Этот год прошел под новым ярким брендом. Впервые он был представлен на международной туристической выставке «Анапа. Самое яркое солнце России». В едином цветовом решении были оформлены пляжные навесы, кабинки для переодевания и торговые павильоны. Круглосуточно в городе работали рейдовые группы по борьбе с несанкционированной торговлей. На въездах в Анапу были установлены современные оригинальные стеллы и новые арки на Пионерском проспекте. Глава курорта Юрий Поляков поставил задачу перед всеми городскими службами. «Анапа» должна быть уютной для жителей и комфортной для гостей курорта. Поскольку «Анапа» очень привлекательна у нас для всех граждан России, к нам едут все. И вчера и сегодня мы с вами прекрасно знаем, что у нас нехватка детских садов. На 2019 год для нас задача номер один – обеспечить наших детей, жителей нашей Анапы детскими садами и школами. На поддержку социальной сферы выделяется более 70% бюджета. В этом году началось строительство сразу трех детских садов и одного дополнительного корпуса в дошкольном учреждении. Впервые с 92-го года с мертвой точки сдвинулось строительство школ. В 6-й общеобразовательной скоро появится пристройка на 400 мест. Уже утвержден проект современного общеобразовательного учреждения на улице Спортивной. За прошедший год прошел рост по всем отраскам экономики. И это, конечно, прежде всего, я считаю, заслуга под руководством главы нашего Юрия Федоровича, всего нашего коллектива, коллектива «Анапчан». 115,2% рост в консилизированный бюджет. Это огромный прирост средств, а если есть деньги, есть возможности. Мы не будем останавливаться на достигнутом то, что было сделано в 2018 году. Это благоустройство территории. Это обязательная, обязательная задача для всех. Это озеленение. Минувшей весной в парке «Ореховая роща» заложили новую аллею. Посадка более 40 деревьев в сквере имени Гудовича стала первым шагом в масштабной акции по озеленению курорта. Городские службы высадили платаны и хвойники, а вскоре к ним присоединились и местные жители. Одно из поручений главы об устройстве народных троп. В 2018 году новые тротуары появились на улицах Крепостной, Гребенской, Маяковского и Ленина, в микрорайонах и на Пионерском проспекте. Большое внимание уделили формированию комфортной городской среды. В рамках федерального проекта в Анапе построили 7 благоустроенных парковых зон с детскими площадками и спортивными комплексами. Год был добрым, хорошим, замечательным, на хорошие встречи и добрых людей. Поэтому хотелось бы, чтобы в следующем году все было стабильно и чтобы люди просыпались и радовались новому дню. Близкие рядом, они любят друг друга и тогда все будет в жизни хорошо. Итоги проделанной работы руководители муниципальных служб подвели на торжественном мероприятии в городском театре. За плодотворный труд лучшие сотрудники были награждены благодарностью от главы Анапы Юрия Палькова. В уходящем году город-курорт гостеприимно встретил почти 4 миллиона туристов. Завоевывал лидирующие места на всероссийских конкурсах и в краевых рейтингах.